Он разговаривает, но тем не менее, мы не можем выбрать и купить себе маму на свой вкус. Мы должны быть довольны той мамой, которую имеем, и искать её довольство. А иначе Алла разгневается на нас. Этот юноша был именно из такого типа людей. Эта мысль не выходила у него из головы. За что он так её ненавидел? За то, что у его мамы был только один глаз. Она потеряла второй глаз. Её внешний вид раздражал его. Когда её сын встречался с друзьями, он не хотел, чтобы его мама стояла рядом. Однажды мама пришла забрать его со школы. Сын закричал на мать, что принесло тебя сюда? Не приходи сюда больше. Не обращайтесь с ней грубо, как этот парень. И Аллах не простит вам этого. Как вы можете так обращаться с матерью? Со временем он стал ещё хуже относиться к ней. Но несмотря на это, его мать была очень и очень добра к сыну. Его отца не было в живых, и поэтому не было человека, который мог бы поставить на место этого юношу. Его ненависть к матери дошла до такого предела, что он уже не хотел её видеть. В день окончания школы парень принял решение уехать в Европу и оставить маму одну. Он решил продолжить учёбу за границей и остаться там навсегда. Его мать плакала и умоляла его остаться, но он хотел быть подальше от неё. Но как он посмел уехать, чтобы избавиться от матери? Как Аллах благословит твою жизнь после этого? Парень уехал и оставил свою мать одну в Египте. Он пропал на много месяцев и ни разу ей не позвонил. Но его мать всё равно любила его. Как прекрасны наши мамы. Она стала искать его и расспрашивать о нём у друзей. И она даже не смогла узнать новости про сына. Ей сообщили, твой сын нашёл работу, женился и у него есть уже дети. Она удивилась, ммм, а я даже ничего об этом не знаю. Женщина решила накопить денег и навестить сына. Она узнала его адрес и полетела к нему. Она пришла к его дому и постучалась в дверь. Дверь открыла молодая женщина другой национальности. Это была его жена. Кто вы? Я его мать. Молодая женщина впустила её в дом. Когда она вошла, то увидела своего сына. Увидев свою маму, лицо сына покраснело от ярости и покрылось потом. Он ничуть не изменился. Его характер и отношение к матери было... И всё это только из-за её глаза. Он относился к ней очень и очень плохо. Так продолжалось три дня, пока его матери окончательно стало стыдно перед невесткой. Она решила улететь обратно домой. Она вернулась домой в свою страну. Прошло много дней, но её сын так и не связался с ней. Прошли годы. Его собственные дети подросли, и он начал испытывать отцовские чувства. Он начал понимать, что значит быть отцом. Он начал вспоминать и сожалеть о том, как плохо обращался с матерью. Но было уже поздно. Слишком поздно. Он решил полететь в Египет, в родительский дом и проведать маму. Когда он подошёл к дому, соседи сказали, что его мать переехала в другое место. Тогда он поехал искать её в другом месте. Он не нашёл свою маму. А соседи сказали ему, «Да, здесь жила твоя мама, но она умерла. Перед смертью она оставила нам письмо и просила передать его тебе». Мужчина открыл письмо и стал читать. «Мне больно из-за того, что ты оставил меня все эти годы. Но несмотря ни на что, ты мой сын, и я люблю тебя. Напоследок я хочу сказать тебе одну вещь. Я потеряла свой глаз, потому что, когда ты был младенцем, с тобой произошёл несчастный случай, из-за которого ты потерял один глаз. Кто-то должен был дать тебе глаз. Поэтому я стала твоим донором и отдала тебе свой здоровый глаз. А мне было достаточно и одного глаза, чтобы видеть тебя. С любовью, твоя мама». Мне интересно, с каким чувством жил этот мужчина всю оставшуюся жизнь. Мальчики и девочки, я обращаюсь ко всем взрослым людям. Вам следует словать руки вашим матерям, сидеть возле её ног. Рай находится под ногами матерей. Сразу после того, как закончится эта серия, бегите к вашей матери и скажите, как сильно вы её любите. Сотрите слёзы с лица вашей мамы, и тогда улыбка надежды навсегда сотрёт и ваши слёзы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok